Весна для женщин Днепропетровской церкви началась с сюрпризов. Возможно, потому что именно в это время года прекрасная половина человечества расцветает вместе с природой. Переступив порог женской конференции церкви «Дверь в небо», каждая женщина и девушка ощутила себя любимой не только церковью, но и самим Богом. Вот такие вот цветы предоставляли каждой женщине и девушке, которая заходила сюда. Каждый цветок говорил о том, как Бог их любит и как Он заботится о них. Женщина глазами Бога – так назвали организаторы весеннее женское собрание. В непринужденной обстановке в кафе есть возможность открываться в своих проблемах, чаяниях, победах. Сильная команда служителей сестер давала совет, ободряла в молитве. По словам лидера Ирины Коноваловой, когда женщины разных возрастов собираются вместе, это что-то особенное. Женщина – это такое нежное и в то же время прекрасное и сильное в Боге создание. Бог хочет особо услышать их, особо благословить, особо ответить и особо показать, как Он возлюбил каждую женщину и как Он хочет сделать ее счастливой. На протяжении шести часов женщины хвалили, поклонялись и возносили молитвы Богу. Спикер конференции, старший пастор церкви Ирина делилась богатым жизненным опытом, личной практикой, чему все эти годы Бог ее учил, вдохновлял и направлял. Она говорила, что гармония, мир, спокойствие приходят к женщине, когда сердце ее находит Господа и призывала прежде заботиться о внутренней красоте. Сегодня я получила через пастор Ирину то, в чем я нуждалась. Вот мы идем по жизни, мы молимся, мы служим, но иногда, вы знаете, что-то такое есть внутри тебя, когда нужно, чтобы Бог тебе сказал через кого-то. Именно через пастор Ирину я всегда получаю эти откровения. На женское собрание приехала поделиться словом от Бога пастор молодежной Киевской церкви Ольга Патерайло. Она достаточно подробно объяснила через призму священного писания, что женщину Бог наделил особой силой, которая поможет ей всегда выйти победительницей. На женских служениях всегда Бог нас ободряет, мотивирует. И мне нравится, что Он всегда говорит нам о Его любви к нам. И это для каждой женщины очень важно. Женское служение существует в церкви 12 лет. Ободрение, поддержку, физическое и эмоциональное исцеление переживает на собраниях каждая представительница прекрасного пола. Они очень любят собираться вместе. И как результат таких собраний не только они, но и близкие замечают в них изменения. Я служу в этом служении, с самого начала его. И мое, все время даже если в семье что-то не так, прихожу женского и по-другому. Любовь так переполняет после женского служения, что всегда хочется простить, где-то милость оказать. Вообще женщина, она сама любовь. И поэтому на этих служениях мы особо растворяемся в любви, вот в такой вот особой атмосфере. И женские служения нам очень нужны. Мы скучаем по ним. И хочется их чаще, чаще, чаще. Женщины в этот день поздравили друг друга с Международным женским днем. Служители церкви выразили огромную благодарность старшему пастору Ирине за ее пример благочестивой жизни, мудрость и чуткое любящее сердце. Специально для христианских новостей. Анна Блоха, Ольга Лях, Днепропетровск, Украина.